Уважаемые друзья, рад приветствовать всех участников 9-й Всероссийской недели охраны труда. Мероприятие уже несколько лет подряд является главным событием для этой сферы. Эксперты, представители бизнеса, федеральных и региональных органов власти ведут дискуссии, обмениваются опытом. Озвученные здесь идеи и предложения помогают внедрять современные модели обеспечения безопасности работников, инновационные подходы, ну и в том числе за счет применения информационно-технологических решений. Как отмечал президент, российская экономика, рынок труда динамично развиваются, осваиваются передовые технологии и обновляются целые отрасли производства. И в условиях такой трансформации вопросы сбережения здоровья сотрудников и их благополучия должны быть, конечно, в приоритете. Предприятия активно инвестируют, чтобы оградить свои коллективы от возможных рисков. По итогам прошлого года их фактические расходы на специальную одежду, обувь, другие средства индивидуальной защиты прибавили 20%, превысив 180 миллиардов рублей. Компании получают и поддержку государства на предупредительные меры, направленные на снижение травматизма и профессиональных заболеваний. Ее объем растет с каждым годом. В текущем году на такие цели предусмотрено более 28 миллиардов рублей. На следующий увеличим сумму практически до 35 миллиардов. Много делается, чтобы внедрить адресный подход к вопросам охраны труда на предприятиях, то есть с учетом особенностей конкретного производства. В течение последних трех лет были приняты нормы, которые обязывают работодателей проводить мероприятия по выявлению опасности на любом рабочем месте и, соответственно, их устранением. Но и в результате общее количество несчастных случаев снизилось. А если сравнивать с ситуацией десятилетней давности, их число сократилось в полтора раза. Важно предотвращать возможные угрозы в будущем, своевременно знакомя работников со всеми требованиями. С прошлого года действует новый порядок обучения и проверки знаний по этим вопросам, в том числе через единую цифровую платформу. Ведется и реестр сотрудников, которые прошли такую подготовку, их уже 15 миллионов человек. Все это позволяет лучше отслеживать ситуацию. Также работодатели могут получить доступ к сведениям о проведенной у них специальной оценке по охране труда, организовать обучение и многое другое. Уже около 100 тысяч предприятий подключились к этому сервису. Правительство уделяет большое внимание и сбережению здоровья наших граждан. Для них на рабочем месте с текущего года в программе государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи предусмотрен новый порядок диспансерного наблюдения. Это возможно как силами ближайшей поликлиники при участии работодателя, так и с привлечением собственной инфраструктуры здравоохранения. Еще активно развиваем промышленную медицину, создаем специализированные центры для сохранения здоровья сотрудников предприятий. Дорогие друзья, сегодняшнее мероприятие объединяет руководителей различного уровня, ученых, отраслевых специалистов, включая и область здравоохранения. Именно профессиональному сообществу отведена ключевая роль в фактической модернизации подходов к управлению безопасностью на рабочих местах и внедрению наиболее эффективных практик. Уверен, что вместе мы сможем сформировать культуру безопасного труда в нашей стране, чтобы обеспечить благополучие коллективов. Желаю всем участникам Всероссийской недели охраны труда здоровья, успешной и плодотворной работы. Продолжение следует...